Газовым достижением посвящается. Ямальский марафон собрал более 400 бегунов. Он посвящен большому производственному достижению компании «Газпром» добыча уренгой. Предприятие извлекло из недр 7 триллионов газа. Масштабный забег проходит на Уренгой уже в четвертый раз. И с каждым годом объединяет все больше желающих попробовать свои силы. В этот раз его впервые провели в южной части города. Марфонской трассой стали Ленинградский проспект и часть улица Сибирская. Слово Павлу Прожогину. Ямальский марафон – настоящий фестиваль приполярного бега. Растет число участников, ширится география спортсменов. Об этом старте знают во многих уголках страны. Эти соревнования посвящены большому газовому событию – 7 триллионам голубого топлива на счету компании «Газпром» добыча уренгой. Производственную веху организаторы решили отметить спортивными успехами на новой трассе. Ежегодно мы проводили в северной части города этот марафон. В этом году город пошел нам навстречу. И мы решили провести Ямальский марафон на одной из центральных улиц города. Это Ленинградский проспект. Вот сегодня вы видите, что он перекрыто ради этого мероприятия. Дистанции 3, 3 километра, 10 и 21 километра. Несмотря на то, что мероприятие называется Ямальский марафон, по факту это полумарафон. Но мы надеемся, что на следующий год это будет юбилейный Ямальский марафон. И мы все-таки проведем настоящий марафон на 42 километра. Погода пасмурная, а настроение хорошее. Те, кто получил фирменные футболки и таблички с номером, уже выиграли. Они смогли победить в первую очередь себя. Так считают сами участники. Соревнования – это просто для души. То, что в субботнем утром не побояться дождя, плохой погоды, проснуться, прийти сюда и пробежать по джете 3 километра, как я, например. Но пробежать. Приобщиться к этому масштабному мероприятию. Без разминки в спорте никуда. В этот раз инструкторы, которые проводят массовые зарядки, разогревают марафонцев. Упражнения максимально простые. То, что нужно для поднятия тонуса. Раз, два, влево, вправо. Раз, два, три, четыре. Первыми у линии старта собираются бегуны на 3 километра. Тут важно успеть занять место в первых рядах. Створ достаточно узкий. Потерянные секунды на рывке могут стоить победы. На дистанцию 3 километра заявились 213 участников. Новички и опытные спортсмены боролись в равных условиях. Но уже во второй части гонки стало ясно. Лидирующие позиции займут те, кто сумеет сохранить силы для последнего рывка. Так и произошло. Первый бегун пересек финишную черту меньше, чем за 10 минут после старта. Подписался на 3 километра. 10 я просто бы не осилил. 10, 20 тем более. Поэтому решился поупираться. Думаю, хотя бы на тройке постараюсь. Основная конкуренция на десятке, на двадцатке. Там сильные спортсмены. Здесь тоже молодцы, но немножко уровень не тут. Подготовка у нас была простая. За два дня до мероприятия я узнал, что будет марафон. Мы по-легкому с товарищами размялись в черте города. И в частности в здании, в учреждении, где я работаю, к из-за добычек. Натаскали себя чуть-чуть по анаэробной нагрузке. И впрочем, дался пол, ну, часть этого марафона легко. Вот. Может быть в следующем году надо будет повнимательнее начать с июня, наверное, с мая и взять десяточку. Я так думаю. К дистанциям 10 и 21 километр участники подходят серьезно. Наравне с хорошей физической подготовкой важна правильная тактика. Дистанция небольшая. А если на 10 километров у нас составляют три круга, два круга, бежать в среднем темпе, ну и на последних полтора километра просто необходимо чуть-чуть, чуть-чуть ускориться. Ну, я думаю. А самая главная победа, конечно, это может быть даже не результат, а победа над самим собой, дойти до финиша, как говорится, и получить заветную медаль. Участники забега на 10 и 21 километров стартовали почти одновременно. Разница лишь в числе кругов, которые нужно осилить. Тут и призы более весомые. Помимо медалей для всех участников, тройки лидеров получили и денежные вознаграждения. По 15, 10 и 5 тысяч рублей соответственно. Павел Прожогин, Антон Берестянский, Служба новостей, Импульс.